Здравствуйте! Вот когда появилась полупроводниковая техника, это было все очень так необыкновенно, даже слово полупроводник, это такой вот дословный перевод, слово семикондакта, да, семикондактор, семикондуктор, значит, с английского на русский, и то вызывало удивление. В Ленинграде проводилась тогда первая конференция по полупроводникам, и, значит, на вокзале висел плакатик, вот участника конференции по полупроводникам просили сюда подойти. Все проводники вагонов были очень обеспокоены, что это за такая конференция по полупроводникам, и что это за полупроводники такие необыкновенные, да. Вот. Но, тем не менее, полупроводники сейчас давно уже вошли в нашу жизнь, они очень основательно вытеснили лампы, да, лампы вытеснили, электронные лампы. А ведь как это было все романтично вначале? Значит, первое дело, чтобы сделать полупроводник, нужно вырастить монокристалл кремния, сложнейшая вещь. Его растили из расплава, да, при большой температуре, расплавленной кремнией, а вообще-то говоря, лучше получалось тогда из Германии, расплавленной Германией. Это очень похожие по химическим свойствам вещества кремния и Германии, вот, одно тяжелее другого, то есть аналоги в таблице Меделеева, да. Но вот Германия гораздо дороже кремния, а кремния очень распространенный материал, и все хотели перейти вот именно на кремнию. Так вот, рационализационное предложение однажды было на одном заводе, где выращивали то ли кремния, то ли Германия, я уж не знаю чего. Заменить платиновые тигли, а платиновые тигли очень дорогой, на тигли из графита. И заменили рацуху, и получили, наверное, премию рублей 50. А сразу моментально испортилась вся партия, потому что кремний стал легирован углеродом, и его свойства испортились. Между прочим, кремний – это химический аналог углерода, а Германия – химический аналог кремния. Чтобы нормальный был у нас полупроводник, его обычно легируют либо примесями с большей валентностью, чем у кремния, или германия. У кремния и германия, и, кстати, у углерода валентность 4. А что-нибудь с большей, то есть лишний электрон, получается, проводник с электронной проводимостью. А если вы легируете примесью с меньшей валентностью, то получается проводник с проводимостью уже не электронно-дырочной. В помнить в школе проходили полуобразники П-типа, это с электронной проводимостью, Н-типа, с дырочной проводимостью. И вот никому не приходило в голову взять и повторить тот подвиг рационализаторов 60-х годов и легировать, скажем, кремний четырехвалентной примесью. Ну, не углеродом, с углеродом ничего не получилось, а легировать Германию. Неужели что-то какой-нибудь получится смысл? Ведь к чему это приведет? Это приведет, вообще-то говоря, к некоторым локальным искажениям решетки. Вот что значит размер решетки, то есть расстояние между соседними атомами. У кремния и у Германии оно разное. Если мы где-то отдельные атомы кремния в решетке заменим на атомы Германии, решетка вся будет такая вот деформированная какая-то, даже не решетка, а какая-то сетка такая. И вот оказалось совершенно неудивительно, вот я так вот в толк этого долго не мог взять, оказался очень прогрессивный способ легирования. Полупроводниковые схемы из такого материала приготовленные, они обладают более, скажем так сказать, точно прогнозируемой вольт-амперной характеристикой. Вот вольт-амперная характеристика электронной лампы, ну это четко рассчитываемая, абсолютно точная вещь, и поэтому одно время в такой вот в аппаратуре для качественного воспроизведения звука использовались ламповые усилители. Ну и до сих пор вроде как они используются. А тут появились вот эти вот полупроводники, кремниевые, легированные Германием. И они показали свои характеристики вот именно для усилительной аппаратуры, для усиления, значит, сигнала на звуковые колонки, как вот, почти как ламповые. Да, вот как здорово, какие вот необычные бывают открытия, да, легировать, чтобы чуть-чуть исказить решетку. Желаю вам удачи, всех вам благ.